Доктор Евдокименко Классная болезнь, мне кажется, ее лечить не стоит В любом случае проблема очень актуальна для бизнесменов и офисных работников Кофе, вот это опять же сауна, мы за кадром выяснили, что это же тоже свойство Сауна, да, не самое полезное дело для сердца Но вообще проблема с сердцем почему актуальна для офисных работников? Потому что они живут в постоянном таком сумасшедшем ритме, спешка, недосыпы То есть, ну естественно, и все это накладывается, вот эти волнения, недосыпы, спешка, там, аврала на работе Все это накладывается на малоподвижный образ жизни Или даже если этот образ жизни пытаются люди компенсировать, они идут после работы в спортзал То даже это делается не совсем правильно То есть, и даже занятия спортом у многих бизнесменов, такие я бы назвал их авральными То есть, прибежал в спортзал, быстренько покачался, там, что-то потягал гантели И все это опять в спешке То есть, понятно, что это здоровье сердце не добавит И самая-то большая беда в том, что сердцем страдают очень часто совершенно молодые мужчины-бизнесмены То есть, 25-30 лет А уж чаще всего, и это вообще бич нашего времени, это мужчины лет 40-45 Как я часто говорю, гарантия на наш организм заканчивается именно в этом возрасте Ну, все-таки уже переходят с какой-то рубеж А у людей еще эмоции молодые, они себя чувствуют еще молодыми Они привыкли отдыхать, не привыкли давать себе послабление Ритм по-прежнему сумасшедший в 40-45 лет И, в общем, действительно люди, ну, скажем так, пропускают тот момент, когда надо о себе уже позаботиться Какие чаще всего болезни случаются в бизнесе? Ну, все считают, что самое частое это инфаркт, но, к счастью, это не так Хотя инфаркт часто у них бывает Микроинфаркт Ну, микроинфаркт инфаркта Все-таки чаще бывают приступы стенокардии Как раньше говорили, грудная жаба, да, это более... Ну, они по-разному могут приступы стенокардии проявляться Могут болями в виде... болями за грудиной И это самый частый симптом Но могут боли быть и в области груди слева, и в области даже солнечного сплетения То есть не всегда даже диагноз правильно ставится, что это сердце Потому что вроде боль в области солнечного сплетения Начинают думать на желудок, на все что угодно, но не на сердце А это как-то отдается от сердца вот в эту область? Да, но сердце, оно вообще расположено за грудиной, поэтому может чуть в сторону отдавать или ниже Но самый частый, не самый частый, пардон, частый симптом, о котором люди не знают А он на самом деле очень нехороший Иногда сердце пробивает не за грудину даже, или не в грудь слева А в левую половину шеи, в плечо и даже до челюсти пробивает То есть вот этот симптом на самом деле очень нехороший А люди часто не понимают Ну, думают, шея продула Я, кстати говоря, однажды так по телефону умудрился спасти приятелю жизнь Он мне звонит Ты знаешь, вот, наверное, шея продула И болит шея там А он в этот момент ремонтом дома занимался Ну, сейчас вот таблетку выпил от шеи и продолжил ремонт И в беседе мы выяснили, это, кстати, не очень сложно Мы выяснили, что это все-таки сердце И не задумай заниматься ремонтом То есть мы этот процесс успели вовремя остановить А куда надо? Сразу к врачу идти, вот, когда ты чувствуешь такую боль? Или просто можно какие-то капельки попить, полежать? Лучше, конечно, сразу к врачу пойти Но не всегда, да, не всегда понятно Надо бежать к врачу, это сердце или это шея В каком именно, да, врачу бежать? Да, и вот здесь понять можно по некоторым характерным симптомам Если продула шею, то боль будет постоянно Она не меняется от того, чуть ты двигаешься или волнуешься То есть она болит и болит постоянно Она болит, по крайней мере, дольше часа или нескольких часов болит И боль эта усиливается от шеи при поворотах головы, при каких-то движениях А сердечная боль, она не такая Это вообще характерно для всех Будь это с грудины или грудь слева То есть сердечная боль – это приступы Они обычно несколько минут длятся И эти приступы усиливаются, когда человек либо волнуется Либо двигается, у него нагрузка Причем вроде бы невинная На третий этаж поднялся, опа, прихватила шею или за грудиной То есть и вот это, кстати, очень такой симптом, который говорит именно при нагрузках Что это, скорее всего, все-таки сердце Вот вы упомянули, что у людей, даже в таком достаточно до 30-ти Уже встречаются у мужчин сердечные проблемы Да А как, с чем это связано? Почему это, кстати, только у мужчин? Почему не у женщин? Ну, у мужчин это связано с тем, что, во-первых, скажем так Мужчина в этом плане вообще послабее Женщины, они как-то редко входят в такой сумасшедший ритм Это раз, а во-вторых, это связано и с гормональной сферой мужской То есть, ну, тестостерон, гормон, он больше действует на сердце, будем так говорить Но все-таки у женщин тоже, конечно, бывает сердечный приступ Только чуть реже все-таки женщина себя доводит до инфарктов И мне кажется, вот еще раз мы должны подчеркнуть, что все-таки надо знать симптомы То есть это боль за грудиной, боль, может быть, в области шеи или боль в груди слева А в груди слева это все-таки только именно признаки болезни сердца? Нет, к счастью, если болит в груди слева, это реже сердце Это может быть межреберная невралгия Это может быть даже поджелудочное сюда отдавать Но самое частое, это есть такие повреждения спины, грудной отдел позвоночника Вот, например, смещение межпозвонкового сустава Он пробивает как раз грудь слева или справа Но если слева, мы думаем, что сердечный приступ Тем более пробивает порой очень сильно Порой так, что дыхание перехватывает И если этот позвонок сместился и пробивает в грудь слева То человек законно думает, что, ой, это, наверное, сердечный приступ И самое смешное, что вот боль настолько сильная Вернее, это не смешно, это неприятно Что как кол забили под лопатку И если это вовремя не снять, то бывает действительно Это может и сердечный приступ спровоцировать Простите, перебью, а давайте вот напомним Как выявлять сердечный приступ Я где-то читала, что надо бы просить человека улыбнуться По-моему, что-то руку поднять Я думаю, это мало поможет Нет, ну просто чтобы понять, сердечный приступ у человека Это говорят, что он не может улыбнуться Потому что у него мышцы лица не слушают Он не может улыбнуться, потому что когда идет сердечный приступ Обычно... Ну, не до улыбок, понятное дело Да, не до улыбок, сильная боль И человек начинает волноваться У него такой необъяснимый страх И может пот пробить И поэтому вряд ли мы так отличим Нет, характер боли Именно, что боль приступами усиливается от волнения От нагрузки И эта боль снимается нитроглицерином или валидолом Это в хорошем случае валидолом, а в более сложных нитроглицерином А вот если боль от спины, например, или продулы шеи Она снимается, и это, кстати говоря, дифференцирует диагноз Она снимается с такими противоспалительными таблетками Я всегда предлагаю пациенту под язык выпить таблетку немулида Есть такие подъязычные таблетки Противоспалительные Выпивает, отпустил, и значит, это уже не сердце Это было именно от спины, или продул нерв, или защемило Ну а что ж, теперь все время пить таблетки, или можно какую-то профилактику заранее сделать? Не хотелось бы в категорию сердечников попадать? Если у человека, ну, проблемы с сердцем уже серьезные То врачи, да, скажут ему постоянно пить таблетки Но, скажем так, есть таблетки оправданные, да Это либо адреноблокаторы такие, есть лекарства так называемые Их приходится пить Это что такое блокаторы, чего я вот не понимаю Они блокируют, адреноблокаторы блокируют гормон стресса, то есть его влияние на сердце И когда человек эти таблетки пьет, у него сердце меньше реагирует на все эти волнения То есть он легче переносит даже какие-то сложные ситуации стрессовые Есть таблетки нитрата, да Но увлекаться, конечно, не нужно ни тем, ни другим Нет, если врач назначит, будем увлекаться Есть таблетки нитрата, нитроглицерин, изонитриты всякие, да А глицин, кстати Нет, глицин это для мозга Да, вот это таблетки, которые назначают и которые полезны А есть таблетки, которые врачи назначают, но я, например, противник Вот, например, статина, да, это говорят, у вас болит сердце, значит, снижаете холестерин Но мы в одной из передач здесь уже рассказывали, что холестерин надо снижать не таблетками, а с умом, специальными, ну, скажем так, мероприятиями А еще аспирин очень любят назначать, тромбоаз, аспирин Но наоборот, как-то от него люди усиливаются, что-то усиливается Нет, он вроде как разжижает кровь, и чтобы кровь лучше текла, для этого пейте аспирин, тромбоаз Но, но, меня на днях пришла пациентка, и это не единичный случай, который этими аспиринами допилась до язвы желудка То есть, их же годами пьют при проблемах Давайте от таблеток нетрадиционными Да, и это более правильно У нас 30 секунд осталось, вот буквально перечислить, что нужно делать, ходьба, наверное, еще что-то Спокойная ходьба, гулять, спокойный, ну, такой, неторопливый бег Пойдите, займитесь йогой Но, на самом деле, я думаю, мы эту тему сердца еще продолжим Обязательно продолжим, потому что очень важно Такие новости, но и раз сердце не выдерживает у всех Еще мы не спели рассказать об ритме Дела сердечные мы обсуждали с Павлом Евдокименко, нашим доктором